Далеко не один раз я уже создавал ролики на тему того, какими качествами не следует обладать барабанщику. Я не специально, просто так сложилось, что вы больше любите именно такие ролики. Ну а сегодня я проснулся и решил, что хватит это терпеть, и пора бы замутить очередную мотивашечку для вас. Например, рассказать о крайне важных, на мой взгляд, качествах, которые позволяют барабанщику быть действительно качественной творческой единицей. А также вызывать неизменное уважение у окружающих музыкантов, которые при этом все без исключения имеют жгучее желание поиграть с тобой хотя бы одну репу. Ну и чтобы было честно, мы не будем говорить о каких-то технических или жанровых особенностях игры барабанщика. Понятно, что это было бы слишком просто и довольно скучно. К тому же весь мой канал и так посвящен демонстрации тех или иных крутых барабанных приемов. Сегодня же я бы хотел обсудить именно более общие качества хорошего барабанщика, которые несомненно дают ему огромное количество преимуществ. Именно об этом и будет сегодняшний ролик, так что обязательно досмотри его до конца. Но перед началом выпуска напоминаю, что если ты хочешь научиться играть на барабанах в дистанционном формате и при этом иметь прямую обратную связь лично со мной, тогда барабаны онлайн школы NK Drum Lessons это именно то, что тебе нужно. И кстати, начиная с октября у тебя есть уникальная возможность начать заниматься по новой программе, над которой я работал последние полгода. Так что не теряй времени и пиши по любой из ссылок в описании прямо сейчас. Ну а мы переходим к ролику, усаживайтесь поудобнее и погнали. И первое, что я бы хотел с вами обсудить, по сути лежит на поверхности, однако имеет под собой куда более глубокий смысл. Дело в том, что если ты не крошишь свои палочки, не ломаешь тарелки и не рвешь пластики, значит с большой вероятностью можешь считать себя хорошим барабанщиком. Ну и тут конечно же кроется ряд нюансов, о которых мы с вами сейчас поговорим. И начнем с позитивной стороны этой темы, а именно почему подобное внимание к своим инструментам является показателем качества музыканта. Дело в том, что чаще всего пластики, тарелки и палочки ломаются из-за того, что вы просто неправильно по ним бьете. То есть зачастую это следствие изначально неверной техники и отсутствие понимания как минимум принципов работы с теми или иными элементами барабана установки. Например, часто палочка ломается потому, что мы бьем наконечником туда, куда следовало бы ударить ребром палочки и наоборот. Либо тарелка трескается потому, что по ней бьют не сверху вниз, а прямо в край и самозабвенным рвением. В общем примеров можно привести массу, но суть одна, сохраняет жизнь вашему инструменту не просто бережная эксплуатация, но еще и хорошо и правильно поставленная техника нанесения удара, что несомненно дает тебе много преимуществ как барабанщику. Однако, как я сказал несколько выше, это не всегда так, ведь также есть вероятность, что ты не крошишь свои инструменты лишь потому, что вообще не занимаешься и буквально сдуваешь пылинки со своего добра. Либо как противоположность хорошо поставленному удару, просто очень слабо и тихо извлекаешь звуки, что тоже не есть хорошо. Также этот принцип не работает для ряда барабанщиков, которые несомненно являются профессионалами, но у них все равно все и всегда крошится, ломается и трескается. Про такое явление мне сказать нечего, я этого никогда не понимал, поэтому и зацикливаться не стану, поэтому двигаемся дальше. А дальше я бы хотел поговорить с вами о том, что особенно в наше время крайне важно держать руку на пульсе, то есть постоянно изучать новые музыкальные явления вокруг себя, открывать новых барабанщиков на YouTube, ну и самое главное не являться заложником одного жанра в тех или иных формах. Но обо всем по порядку. Для начала я бы хотел задержаться на понятии, держать руку на пульсе, ведь это крайне важный момент, а многие не понимают, что он значит. На самом деле все просто, в отличие от периода, который был лет 40 назад, когда плюс-минус было понятно, куда движется музыкальная индустрия, часто барабанщику достаточно было просто хорошо играть в выбранном им жанре, кататься с турами и быть в шоколаде. В наши дни так уже не получается, потому что темп жизни настолько возрос, что скоро все нахрен слетят со своих катушек. Так вот, чтобы в наши дни являться хорошим барабанщиком, нужно как минимум быть в теме того, что вообще происходит вокруг. Поскольку создание новой музыки, общение с новыми музыкантами, продвижение себя как барабанщика и даже просто качество твоих занятий, все это напрямую зависит от того, насколько ты в теме. Потому что все эти процессы должны иметь какую-то информационную и мотивационную опору. А если ты не интересуешься новой музыкой, не открываешь для себя новые техники игры и так далее, ни о какой опоре речи быть не может. И вероятнее всего тебе светит в лучшем случае отработка стандартных вещей раз в неделю на репбазе и не более того. Если же ты напротив активно открываешь для себя все новое, интересуешься и не загоняешь себя в рамки, это и значит держать руку на пульсе. И на мой взгляд в современном обществе только таким образом можно иметь шансы не просто влиться в профессиональную музыкальную движуху, но и знатно закрепиться там. Двигаем дальше и затронем область работы в коллективе, ведь без этого никуда. И поговорим о том, что хороший барабанщик всегда знает себе место, не пытается навиртуозить всякого при любом удобном случае, а также знает, когда нужно сбавить обороты, чтобы дать возможность остальным музыкантам сделать свои акценты или соло. Дело в том, что как бы крут ты ни был, какими бы мега качествами ни обладал, вряд ли у тебя сольная карьера. Скорее всего у тебя есть группа, где по известным причинам есть и другие музыканты, которые так же как и ты играют музыку. Барабаны в этой музыке несомненно важны, однако еще важнее баланс инструментов друг между другом. Плюс есть определенный характер песни, ее темп и интенсивность. В общем все должно быть в тему, по аналогии с моей любимой областью кулинарии. Да, кто не знал, раньше я работал поваром и в принципе по жизни очень люблю готовить. Так вот в любом блюде важен баланс вкусов, например соленое, сладкое, кислое и острое. И вкус еды напрямую зависит от грамотного сочетания различных ингредиентов, которые отвечают за разное. При этом есть разные блюда, где в разных случаях могут выделяться разные вкусы. Например, если для китайской кухни характерна сладость, то в Южной Корее тебе в лапшу нахерачат столько перца, сколько нужно, чтобы разжечь твой очаг. В музыке то же самое. Каждый музыкант в каждом отдельном моменте представляет из себя что-то, что подчеркивает нужные акценты внутри песни. И возвращаясь к барабанам, если в моменте, где тебе нужно играть просто ровный и стабильный ритм, и ты начинаешь наворачивать сомнительные акробатические этюды, считай, что ты херовый повар и пересолил блюдо. Думаю, эта аналогия лучше всего раскрывает данный раздел, поэтому мы идем дальше. А дальше я хочу сказать, что хороший барабанщик не тот, кто с лету может сыграть все на свете, потому что это, как правило, не просто хороший барабанщик, а виртуоз. А тот, кто понимает, что это ему на данный момент не по зубам, но при этом четко знает, что нужно сделать, чтобы воплотить это в жизнь. И вот это качество, на мой взгляд, является чуть ли не самым ключевым, ведь это, во-первых, умение анализировать задачу и планировать процесс ее достижения, а во-вторых, неимоверная дисциплина, которой, к сожалению, мало кто обладает, ведь нам, как правило, нужно все и сразу. Также нельзя не сказать о том, что часто люди просто опускают руки, причем еще до того, как начать анализировать, настолько ли поставленная задача невыполнима. И часто это является ключевой проблемой, потому что именно в этом случае и останавливается твое развитие. Однако правильнее всего подходить к любому неиграбельному барабанному приему именно с точки зрения следующей цепочки событий. Сначала ты убедился наверняка, что на данный момент это действительно сыграть не получается, затем просканировал, в чем именно проблема, которая мешает достичь нужного результата, ну а дальше по пунктам просто начал делать то, что нужно, чтобы эту проблему решить. И тогда автоматически тот самый неиграбельный элемент становится не таким уж и неиграбельным. Причем чаще всего в процессе этих специфических занятий ты попутно еще дофига всего интересного в себе открываешь и учишься. Поэтому подытожим, не обязательно уметь играть все на свете, чтобы быть хорошим барабанщиком. Достаточно будет того, что ты не бросаешь сложное упражнение лишь потому, что на данный момент не можешь его сыграть. А раз за разом, сталкиваясь с подобным, просто строишь план действий, которые позволяют научиться играть что угодно и следуешь ему. Ну и перед завершением выпуска хочу отметить, что если тебе по большому счету пофигу на чем играть и ты не пижонствуешь по поводу брендов и прочего, значит скорее всего ты действительно умеешь делать то, что делаешь. Ведь часто, в том числе и в комментариях, народ пишет Дай мне Аксис, я тебе сыграю то же самое. Нет, не сыграешь. На этом ролик подошел к концу, не забудь подписаться на этот канал, оставить комментарий к этому ролику и попутно заценить еще несколько видосов. Всем спасибо за просмотр, увидимся в следующих выпусках. Субтитры сделал DimaTorzok